Разбейн Лейнин Вы находите интересным тот факт, что Библия, говоря об искуплении, никогда не говорит об исцелении в будущем времени. Уже совершилось. С Божьей точки зрения исцеление уже приобретено. Мы исцелены. Христиане иногда спрашивают меня, как я могу узнать, Божья ли это воля, чтобы я получил исцеление. А я отвечаю, вы задаете не тот вопрос. Если вы посвященный христианин, который искренне желает служить Богу и исполнять Его волю, то вам не следует задавать этот вопрос, как я могу узнать, является исцеление Божьей воли. Лучше задайте вопрос, как я могу принять исцеление, которое Бог уже приобрел для меня. В последующих главах хотя бы отчасти я попытаюсь ответить на вопрос о том, как мы можем завладеть тем, что Бог уже даровал. Однако, если вы изначально не верите, что Бог уже даровал исцеление, то, скорее всего, вы не сможете его принять. Основанием для принятия исцеления является понимание того, что Бог приобрел через смерть Иисуса на кресте. Подтверждение, приведенное в Новом Завете. Вы можете сказать, я не уверен в правильности вашего истолкования 53 главы Исаии. Но вы не можете спорить с Матфеем, Петром и Духом Святым. Оба эти новозаветные евреи, вдохновленные Духом Святым, цитируют Исаию 53, 4, 5. Сначала давайте прочитаем Евангелие от Матфея 8, 16, где говорится о начале публичного служения исцеления Иисуса. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Обратите внимание, что в служении и исцелении, которое совершал Иисус, не существует четкого разделения между исцелением больных и изгнанием нечистых духов. В течение всего его служения они идут рука об раку. Почему Иисус совершал именно такое служение? Об этом нам говорит 17 стих. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Обратите внимание, что слова из Исаии 53, 4, которые цитирует Матфей, обозначают именно физические явления, так как он говорит о наших немощах и болезнях. Больше того, виден и физический результат. Матфей сообщает, что Иисус исцелил всех, кто приходил к нему. Не просто некоторых, но всех, то есть каждого. Таким образом, не остается никаких сомнений в том, что Матфей понимает слова Исаия 53, 4, 5 как означающие физические явления. Обратите внимание еще на одну мысль из этого отрывка Евангелия от Матфея. Ударение делается на «Он», что подразумевает Иисуса, а не нас. Когда вы боретесь с грехом, болезнями, депрессией, отвержением или страхом, Библия говорит вам отвести ваш взор от самих себя. Ответ на вашу нужду находится не у вас. Поднимите свои глаза на Иисуса. Он и есть ответ. Есть другой отрывок из Нового Завета, который цитирует Исаию 53, 4, 5, и в нем также говорится об Иисусе. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». 1 Петра 2, 24. Обратите внимание, что Петр снова делает ударение на «он». В этом отрывке главной темой является грех. Когда покончено с грехом, все остальное встает на свое место. И в заключении обратите внимание на время глагола. Здесь не говорится «будете исцелены» или просто «исцелены», но «уже исцелены». В Божьем понимании все уже свершилось. Когда Иисус сказал «совершилось» Иоанна 19, 30. Все было закончено. С Божьей стороны уже ничто никогда не изменится. Нет ничего, что следует добавить, и ничто нельзя устранить. Вспомните пророческое слово, сказанное через женщину из Оклахомы. «Прежде чем Бог даровал мне исцеление, помыслите о том, что совершилось на Голгофе, совершенном деянии, совершенном во всех отношениях, совершенном в каждом его аспекте. Физический аспект является таким же совершенным, как и любой другой. Что в себя включает спасение? Позвольте обратить ваше внимание к нескольким отрывкам Нового Завета, в которых слово «спасать» переводится как «исцелять» или «делать здоровым». «Соза» – греческое слово, означающее «спасать». Все другие слова, означающие «спасение», являются производными от того же самого корня. В значительном количестве отрывок Нового Завета этот глагол «соза» используется для обозначения физического исцеления. Проблема состоит в том, что переводчики не всегда переводят слово «спасать» правильно, что делает неясным тот факт, что физическое исцеление является частью спасения. Исцеление. Начнем с Евангелия от Матфея 9, 21, 22, где описывается история женщины, страдавшей кровотечением, которая прикоснулась к одежде Иисуса, а затем испугалась, что обнаружится то, что она сделала. Дело в том, что женщины с кровотечением считались нечистыми, и таким женщинам запрещалось прикасаться к кому-либо, потому что через это другой человек также становился нечистым, поэтому она согрешила, прикоснувшись к Иисусу. Именно по этой причине, а не из-за простой скромности, женщина вышла вперед, трепеща от ужаса, когда у нее спросили, что она сделала, ибо она говорила сама в себе, «если только прикоснусь к одежде его выздоровею». Матфея 9, 21, «То, что она сказала, на самом деле звучало так, то спасусь». Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, «Дерсай, черь, вера твоя спасла тебя», 22 стих. В сущности, Он сказал то, что соответствует русскому переводу, «Вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки 8, 47 дает нам еще большее понимание этой истории о женщине с кровотечением. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. И снова на месте слова, перейденного как «исцелилась» стоит «соза», что означает «спаслась». Ответ Иисуса во многих переводах, переведенный как «Вера твоя исцелила тебя», на языке оригинала на самом деле звучит так. «Вера твоя спасла тебя», стих 48. Как видите, Иисус считает исцеление частью нашего спасения. «Вера твоя исцелила тебя» Продолжение следует...